Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. В конце каждого месяца мы говорим о том, как меняется Щелковский район, что происходит в политической, социальной и культурной жизни, что ждет район в перспективе. Сентябрь – это время активизироваться после летнего отдыха, начала нового рабочего года, когда все службы бросают силы на решение новых задач. Давайте оценим! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улучшение демографической ситуации – важная государственная задача, на решение которой направлен целый комплекс мер. Одна из них – повышение качества медицинского обслуживания. В Щелковском районе в сентябре открылся областной центр материнства и детства. Учреждение обеспечено усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей и помогать беременным женщинам и младенцам с патологиями. В центре на свет появилось уже более 150 малышей. Проверили, как ведет работу новое медицинское учреждение, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Объект, которого ждали все. Строительство перинатального центра началось в 2014 году по президентской программе. В новом роддоме была высокая необходимость. Старый уже не отвечал современным требованиям. Для возведения объекта пришлось снести двухэтажное здание. Три года строительных работ и теперь в Щелкове принимает пациентов уникальное учреждение здравоохранения, где не просто ведут беременность и принимают роды, но также помогают беременным женщинам и младенцам с патологиями. В центре предусмотрено 150 круглосуточных коек. Работает консультационно-диагностическое отделение, рассчитанное на 250 посещений в смену. То, что сегодня происходит, это очень долгожданный момент. Сегодня мы имеем возможность оказывать самую высокотехнологичную, высококачественную помощь при родосопоможении. И не только. Мы можем делать диагностику. Все, что сопутствует здоровью мамы и ребенка. Прекрасные реанимационные залы и для матерей, и для детей. Все возможности для выхаживания самых тяжелых детишек и сложных, в том числе с экстремально низкой массой тела. Прекрасное послеродовое отделение. По словам министра здравоохранения, новый центр материнства и детства в Щелкове имеет преимущество перед уже открывшимися учреждениями здравоохранения. Здесь работает Центр репродуктивного здоровья и создана команда специалистов по развитию ЭКО и решению проблем тех семей, которые не могут зачать ребенка самостоятельно. Еще одной особенностью стала возможность оказания помощи женщинам с эндокринной патологией, с сахарным диабетом. До определенного периода времени, вы все знаете, слышали, может быть, что этим женщинам не разрешалось рожать. База была сконцентрирована в маниаге. На сегодняшний день появляется возможность родоразрешения еще и в нашем центре ведения такой беременности. Самое главное, мы понимаем, что роды любого уровня, любой сложности роды здесь будут приниматься высококвалифицированным, высокопрофессиональным коллективом. Все замечательно прошло. Очень переживала за третьи роды, но прошло все великолепно. С такими врачами, с таким вниманием столкнулась первый раз. Прошло все замечательно. Спасибо докторам. Вообще, очень все понравилось. Здесь самый крутой перинатальный центр. Перед специалистами центра стоят важнейшие задачи и большое значение имеет уровень подготовки кадров. Штат медицинского персонала полностью укомплектован. В центре работают 800 медиков, более 200 из них – врачи. Так что всем, кто планирует беременность, можно исключить хотя бы один повод для беспокойства. Центр материнства и детства готов поддержать вас в самом важном решении – подарить новую жизнь. Определили курс развития. 10 сентября в единый день голосования свою гражданскую позицию проявили жители семи поселений Щелковского района. В Монине выбирали главу поселения. В городском поселении Загорянский – Совет депутатов. А в Щелкове, Фрианове, Свердловском, Огудневском и Трубинском прошли до выборов в местные советы. В выборах участвовали 18 самоводвиженцев и представители 8 политических партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунистов России», «Патриотов России», «Родины» и «Яблоко». Жители делали свой выбор, отдавая голоса за понравившихся кандидатов. Ведь те, кто проявил активную гражданскую позицию, могут требовать с избранной власти. Так посчитали многие жители района, придя на свой избирательный участок. Мы являемся гражданами нашей страны, России. И мы должны сами делать выбор, какое у нас будет правительство, какая будет у нас жизнь, какая у нас страна ждет нас в будущем. Явка избирателей в Щелковском районе в единый день голосования составила больше 21%. Самая высокая активность местных жителей зафиксирована в сельском поселении Огудневское. Там в выборах приняли участие больше 46%. В Трубинском – 37,5%. Наиболее низкая явка оказалась на Свердловке. 10,4% избирателей пришли на участки. В городском поселении Монина на выборах главы поселения победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Зубков. За него проголосовали 42,3% монинских избирателей. В Совет депутатов городского поселения Щелково избраны 4 новых депутата. В округе номер 1 победил Павел Жуков. В округе номер 7 – Андрей Романенко. Оба представляют «Единую Россию». По округу номер 18 депутатам избран самовыдвиженец Анатолий Кутепов. И по округу номер 21 – кандидат от партии «Справедливая Россия» Иван Гуськов. Избран новый состав Совета депутатов городского поселения Загорянский. Большинство мест – 8 из 12 – досталось кандидатам от партии «Единая Россия». Еще четверть депутатов – самовыдвиженцы. В Совет депутатов городского поселения Фрянова по округу номер 12 избран Александр Ильенко. Вакантное место в Совете депутатов городского поселения Свердловский от округа номер 4 занял Александр Скворцов. Избирательный округ номер 9 в Совете депутатов сельского поселения Огудневская будет представлять Иван Горюнов. На дополнительных выборах в Совет депутатов сельского поселения Трубинская округ номер 11 победила Елена Ульянова. Все четверо избранных в этих поселениях депутата представляют политическую партию «Единая Россия». Выборная кампания для этой партии оказалась успешной. Итоги выборов обсудили на областной и районной партийных конференциях. Работали очень много, сплоченно, независимо от того, что был период отпусков. Активно встречались с людьми, поднимались любые темы, любые вопросы. И, конечно, мы за этот период получили еще больше задач, наказов наших кандидатов, а теперь кто уже прошел. То есть партия понимает, над чем дальше работать. Это самый главный нам результат. Избранные депутаты уже приступили к исполнению полномочий. Состоялись первые заседания в новых составах Советов. Уже избран глава городского поселения Загорянский. Им стал Валентин Железняк. В новую должность вступил глава Монинского поселения Михаил Зубков. А я хочу напомнить, что уже в следующем году исполнить свой гражданский долг предстоит каждому жителю нашей страны. В 2018-м состоятся выборы президента. «Береги природу» – такой призыв каждый человек слышал не один раз в жизни. Бережно относиться к окружающей среде нас учат еще с детского сада. 16 сентября улучшить экологическую обстановку решили жители Московской области. Более 150 тысяч человек приняли участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Центральной площадкой стал Щелковский район, деревня Топорково. Старт акции дал губернатор Андрей Воробьев. Готовы? Да! Я уверен, что это доброе дело станет чем дальше, тем более популярным, добрым, важным, для того, чтобы наше Подмосковье было всегда цветущим, радостным и зеленым. Уже в пятый раз в Московской области десятки тысяч людей от мал до велика выходят на акцию «Наш лес, посади свое дерево», чтобы всем вместе приумножить зеленое богатство подмосковного края. В этом году на центральную площадку в деревню Топорково в высоте деревья приехала целая армия участников, около 10 тысяч человек. Собирались целыми семьями, трудовыми коллективами, профессиональными сообществами. Вооружившись мечами, колесово, лопатами и взяв руки саженцы, они принялись озеленять территорию площадью свыше 35 гектаров. Участие наше, конечно, не случайно, потому что смысл нашей профессии не только в том, чтобы распространять информацию, но и делать жизнь хоть чуточку лучше на своей территории. Поддержали инициативу и многие известные люди, прежде уже неоднократно доказавшие любовь к своей стране. Космонавты и олимпийские чемпионы Максим Сураев, Петр Климук, Татьяна Навка и Вячеслав Фетисов. Я вижу огромное количество людей, семей, которые приходят со своими детьми, приучают их к любви, воспитывают в них любовь к природе, к своей земле. Когда люди понимают, что это им нужно, они вот, смотрите, приходят с семьями, тысячи людей, в общем, хотят творить добро для того, чтобы потом это добро контролировать. Работа кипела несколько часов. Мероприятие стало больше, чем просто экологической акции, превратившись в яркий праздник для всех участников. И многие сошлись во мнении, одна из главных задач – это воспитание заботы и любви к природе в сердцах подрастающего поколения. Замечательная акция. Сегодня мы с внучкой посадили очень много замечательных сосенок. Это значит, что у нас в Подмосковье будут леса. Это значит, что они восстанавливаются. И это значит, что наше молодое поколение потом никогда не испортит тот лес, который они сажали. С гордостью, наверное, они будут всегда говорить, когда придут в этот лес взрослыми, что вот здесь мы сажали деревья. Раньше на этом месте был лес, уничтоженный жуком-караедом. А теперь появляются новые здоровые деревья. И пусть сейчас эти сосны, дубы и липы совсем маленькие, но уже через несколько десятков лет они превратятся в большой лесной массив. Сегодня в Топорково высадили более 150 тысяч саженцев деревьев. Акция прошла одновременно в 67 муниципальных образованиях Московской области. Всего на территории региона было высажено почти 2 миллиона новых деревьев. Свой вклад в сохранение природы внесли сотрудники телерадиокомпании «Щелково», коллективно приняв участие в акции. В 2017 году отмечается 80-летний юбилей беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс. Многие мероприятия, проходящие в Щелковском районе, организаторы посвящают этому событию. В сентябре увековечили подвиг летчиков. В микрорайоне Чкаловский торжественно открыта Аллея Героев. 4 плюста Героев Советского Союза, как символ доблести и отваги. Чкаловская земля, которая всегда славилась легендарными авиаторами и была связана с именами многих героев. 80 лет назад с местного аэродрома в небо поднялся экипаж Валерия Чкалова. Летчики впервые в истории совершили беспосадочный перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер. А спустя почти месяц трансконтинентальный перелет через Северный полюс выполнил экипаж Михаила Громова. Это герои, на которых надо равняться молодым. В этом видим свою задачу – сохранить и приумножить славу Чкаловского, славу России. Это подвиг, который действительно позволил многим юношам и девушкам заболеть мечтой о небе и стать летчиками. Наверное, после этого появилась и мечта о космосе. Давайте мы будем гордиться нашей дорогой Родиной, которая создала условия, вырастила своих сынов и дочерей, которые готовы к этому подвигу и созданию новой техники, новые открывают страницы в науке. Доброго вам здоровья! Четыре легендарных летчика – Михаил Громов, Георгий Байдуков, Александр Беляков и, конечно, Валерий Чкалов – герои Советского Союза. Они не просто совершили первыми трансконтинентальный перелет, но доказали – мечта о небе, таком далеком, теперь становится реальностью. Но, пожалуй, больше остальных трепет испытывают те, кто в бронзовых скульптурах видит не просто летчиков и героев, а родных людей. Давайте покажем. Очень похож получился дедушка и очень приятно, что память сохраняется таким образом. То есть это очень такое важное и трогательное событие. На самом деле, ну, слезы на глазах появлялись, потому что важно знать, что люди помнят об этом, важно знать, что люди знают моего брадеда, знают то, что он сделал. Это очень приятная гордость. Как важно именно сейчас делать шаги, открывающие страницы нашей истории, напоминающие о подвигах. Ведь когда то и дело мы слышим об актах вандализма, жители Чкаловского могут быть спокойны. Перед глазами их детей – примеры настоящего мужества их земляков. Россия, устремленная в будущее. Под таким девизом в этом году в нашей стране прошел День знаний. В Челковском районе отрасль образования является одной из приоритетных. На протяжении многих лет большая часть расходов районного бюджета направляется на развитие этой сферы. Открываются новые школы, детские сады, совершенствуется материально-техническая база. Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. Результат – уровень качества образования повышается. Увеличивается и число учеников. Если в 2016 году 1 сентября за парты сели около 22 тысяч ребят, то в этом году учеников почти на 2 тысячи больше. Давайте посмотрим, как проходили торжественные линейки. Такой волнительный день раз в году бывает в каждой семье, где есть школьники. Собрать школьный рюкзак, погладить бантики и пиджаки, купить цветы, зарядить батарейки. Какой же 1 сентября без праздничных фото? И неизвестно, кто больше волнуется – сами ученики или их родители. Ребенок радуется, не знаю, хочет учиться, а мы волнуемся. 28 лет назад я закончила эту школу, сейчас привела сына в первый класс. Школе номер один осталось каких-то пять лет до векового юбилея. У нее великолепные традиции, достойные выпускники, немало достижений. В частности, школьный сайт в прошлом году стал победителем общероссийского рейтинга. Обновляется внешний вид, совершенствуется внутреннее убранство первой школы. Она должна во всем соответствовать своему имени, заявил на празднике Алексей Валов. Первая школа, потому что она первая, она должна быть первой во всем. И я принял решение взять именно куратор с надежной школой, для того, чтобы во всех отношениях сделать ее именно такой. В первой школе в этом году набрали всего два первых класса. Зато в построенной по соседству в микрорайоне Богородской школе номер 17 побили рекорд по первоклассникам. Их здесь 302, ровно 10 классов. Пока беспрецедентный случай для нашего района. Хотя и в других параллелях в этой школе на название классов едва хватает букв алфавита. Больше 300 учеников в этом году в Загорянской школе номер один. 34 первоклассника. Школа к учебному году готова. Все ремонтные работы успели сделать в срок. Прислушались и к рекомендациям Министерства образования. Добавили в программу новые предметы. Сегодня, когда я увидела плачущего директора, учителей, когда там папы танцевали с маленькими детишками, очень так волнительно прямо. Это мир, в котором вы первый раз влюбитесь. Найдете настоящих друзей. Будут первые победы и первые поражения. У вас, дорогие ребята-первоклассники, это тот мир, в котором рядом с вами идет ваш верный друг, ваш учитель. Учебный год только начался. И хочется пожелать школьникам продуктивно провести предстоящие несколько месяцев. Ну а родителям терпение. И не забудьте 5 октября поздравить своих учителей с профессиональным праздником. Сентябрь – жаркая пора для всех отраслей. Не только образования, но и культуры. Театралы с нетерпением ждут начала осени, ведь именно в это время открывается новый сезон. Щелковский драматический театр открыл его премьера спектакля «Любовь. Книга золотая» по произведению Алексея Толстого в постановке актера театра и кино Игоря Письменова. Она сразу полюбилась зрителям. Начали с комедии, закончили траги комедии. Спектакль в двух действиях с антрактом. Комедия Алексея Толстого «Любовь. Книга золотая» – одно из произведений русской классики, к которому пусть не часто, но все же обращаются режиссеры-постановщики, с успехом показали в Щелковском драматическом театре. Перипетии, да и только. Такой тизер вполне уместен, ведь пьеса, а точнее комедия, хотя жанр автором обозначен, впрочем, все же комедийность здесь весьма условна. Режиссер и это подчеркивает, постепенно превращая фарсовость и легкость ситуации в довольно драматическую развязку. Муниципальный театр нашего района, конечно, заслуживает похвалы и низкого поклона, в первую очередь от зрителей, от благодарных зрителей, и надеюсь, что еще две премьеры детских спектаклей нас не разочаруют, а только порадуют. Видно, что повышается их мастерство, с каждым разом становятся спектакли все интереснее и интереснее. Все понравилось, и атмосфера в театре, и перед началом, и сам спектакль. Актеры, по-моему, просто блестящие. В общем, я считаю, что молодцы, молодцы. Все равно было волнение, кто-то что-то, но все справились. Ну и зритель, по-моему, тому главное подтверждение. Не так давно драмтеатр обзавелся собственным зданием на улице Фабричное. Для режиссера и труппы такие перемены стали стимулом для реализации новых творческих задумок. Еще бы, теперь репетиции и спектакли проходят в подходящих театральных условиях. Им есть чем и кем гордиться. Медвежья Озерская завершила череду празднования Дней поселений Щелковского района. Этого события всегда с нетерпением ждут местные жители. С удовольствием приезжают и гости, ведь с каждым годом программа становится все разнообразнее и ярче. А атмосфера на празднике всегда теплая и по-домашнему уютная. Уже более 15 лет возглавляет поселение Владимир Канахин, своим примером показывая, как добиваться высоких результатов. Поселение традиционно занимает лидирующие позиции в районном рейтинге. Медвежки по праву считаются флагманом среди сельских поселений. Развиваются сферы образования, культуры, спорта. Там промышленность. Здесь умеют и любят работать. А день рождения – еще один повод рассказать о своих успехах. Действительно многое сделано и дальше будет делаться. Как вы считаете, чем ваше поселение славно, чем оно выделяется? Она выделяется, во-первых, дружным коллективом, всем хорошими жителями, добросовестными, активными. Но я считаю тем, что действительно мы живем в едином кулаке с семьей. Праздничные мероприятия в Медвежках стартовали с самого утра и продолжались до наступления темноты. Была подготовлена яркая, полная сюрпризов, развлекательная программа. Конкурсы викторины, концертные номера. Подарком жителям стало открытие аллеи молодоженов, а также приезд двойника известного артиста нашей эстрады. В этом году, впрочем, как и всегда, в поселение приехало много желающих поздравить жителей. Говорили теплые слова, дарили подарки. Ну а завершилось празднование неоновым шоу и красочным салютом. Очень уютно, очень красиво, все нравится. Дети, люди все приветливые. Здорово. Нам все нравится сейчас, у нас все здорово. И мы очень довольны своим Владимиром Николаевичем. Дай Бог ему здоровья и дальнейшее у нас командовать нашим поселением. Уютно, красиво, всем очень нравится все. Такой праздник, несомненно, заряжает позитивными эмоциями, которые мотивируют к дальнейшей продуктивной работе. И еще одно запоминающееся событие собрало десятки жителей и гостей Медвежьи Озерского. 70-летний юбилей отметил 38-й отдельный гвардейский полк связи ВДВ. Впервые празднование вышло за пределы части. Были организованы показательные выступления, выставка техники и вооружение полка. Подготовлена концертная программа. Равнодушным не остался никто. На стадион в Медвежьих Озерах поздравить воинов-десантников и посмотреть праздничное шоу пришли жители Щелковского района, ветераны 38-го полка связи ВДВ, представители высшего командования воздушно-десантных войск. Сегодняшнее поколение воинов-связистов 38-го полка связи, достойно продолжая славные традиции, успешно пополняет полковую боевую летопись новыми страницами. Желаем всем солдатам и офицерам, ветеранам полка, их семьям и родным здоровья, счастья и, конечно, мирного неба над головой. Уверены, что воины-связисты 38-го отдельного гвардейского полка связи и в дальнейшем будут являть собой образец чести и стойкости преданного служению Отечеству. В программе праздника были показательные выступления десантников, которые продемонстрировали разнообразные элементы строевой подготовки, развертывание радиостанции в полевых условиях, приемы рукопашного боя, действия личного состава по захвату и ликвидации базы условного противника. Но, пожалуй, самым эффектным номером на празднике стало десантирование парашютистов прямо на стадион в Медвежьих озерах. А на площади перед Домом культуры все желающие могли посмотреть выставку техники вооружения полка и примерить на себя роль десантника-связиста. Насыщенной на события была в сентябре спортивная жизнь. В районе прошли первенство России по радиосвязи на УКВ, пенал открытого всероссийского чемпионата по мотокроссу. Ну а фанаты мини-футбола смогли насладиться любимой игрой. В спорткомплексе Подмосковья встретились сборные России и Португалии. Провели два товарищеских матча. 7-3 в пользу наших. Товарищеский матч по мини-футболу между Португалией и Россией завершился победой отечественной сборной. Конечно, здесь очень хорошая площадка по качеству. То есть она очень быстрая, очень мобильная. Здесь всегда можно демонстрировать такие вот лучшие скоростные качества. Поэтому здесь мы видели, что сегодня был футбол. Два матча, два дня, имеющих особое значение для спортивных фанатов Щелковского района и не только. На трибунах собрались болельщики, как минимум из Москвы и Подмосковья. И многие с трудом могли поверить в то, что для того, чтобы увидеть матч между лидерами рейтинга УЕФА, не нужно лететь в другую страну или даже ехать в столицу. Это вообще фантастика. Я до последнего не верила, что вообще это может случиться в нашем небольшом городе. Это же матч мирового уровня. За этим ездили в Колумбию в прошлом году, да? Город Щелково Московской области имеет давние традиции, которые связывают с мини-футболом. В свое время здесь была уникальная команда «Спартак Щелково», которая выигрывала кубокс нашей страны, завоевывала медали чемпионата страны. И мы приняли такое решение, что подмосковная публика, Щелковская публика просто заслуживает этого внимания. Действительно, каждый уважающий себя житель города Щелково знает, что история универсального спорткомплекса Подмосковья начинается с большого футзала. Недаром в день международного матча выполнить почетную миссию, сделать первый удар, пригласили основателя спортклуба «Спартак Щелково» Леонида Твердохлебова. Сейчас, как и подчеркнул президент Ассоциации мини-футбола России, этот спорт по-прежнему не просто пользуется любовью жителей Щелковского района, но и привлекает к занятиям массовым спортом все больше представителей подрастающего поколения. И кто знает, возможно, эти ребята вырастут в профессиональных спортсменов. Ведь для этого у них есть отличная спортивная база. Сентябрь задал темп. Сохранится ли энтузиазм нового рабочего года в октябре? Увидим. Вы смотрели программу «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. Увидимся через месяц. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!